Выехать, отдохнуть и просто оказаться в другом мире, в другом пространстве. Не видеть одни эти же лица, не видеть и слышать. В общем, было прям максимально тяжело. Какая-то достойная девушка. Спасибо вас, вот такой лучший дизайнер. Вася, привет. Дима Васильев в клики ушел, я не знаю, вообще даже не хочу влекать. Да, он там ушел, плевать, не могу понять, я не думаю, тряпка по всем флотням, не знаю, тряпка не тряпка, но ей плевать, с кем заселяться, плевать, что делать. Она живет какую-то свою жизнь там, проектную. Наверное, только ей виднее. Ты такая молодец, спасибо. Нет, не ушла. Вы лучшие, спасибо. Как дела, все хорошо? Яна тоже ушла, что-то не знаю, не в курсе про Яну. Эльмира, да, Эльмира. Может, коллег, привет. Дима Козел смотрел Афир Кобинитива. Да, вы уже видели, я читаю ваши сообщения, где вы меня поддерживаете, когда они меня связывали, ну, я тоже считаю, что это был максимально низкий поступок, втроем связать девочку. Связали, взяла бы одна, попробовала, или там один, но не втроем. Возвращайте в проект, все хорошие ста. Да, окончательно взяли отпуск. У меня выходные. У меня выходные, но у меня к вам есть одна повозь. Радостная, яркая, я знаю, что вы мне порадуетесь. Но пока не могу из-за озвучить вам. Захарова, общаешься? Нет, Яна ушла с проекта, плевать. Смотрела только из-за тебя. Спасибо. Лучшее. Радио выключи, не слышно тебя. Это не радио, это разговаривать там впереди. Я могу просто погромче вам говорить. Лекса, ты молодец, спасибо. Захарова испугалась конкуренция в ТВДЦ. Да, мне все об этом пишут. Я знаю, что у нее есть некий страх, но я думаю, не конкуренция, а какой-то другой. Мне изначально, когда сейчас эфиры идут, ну, вообще, мне не изменилось, неужели эфиры, рейтинги важнее, признать честь. Я такую на маленькую дичь. Наташа, которая, Гешмин, мальчак, спасибо за ваше мнение, отдыхайте. Лекса, обожаю тебя, спасибо. Я служила с проектом, молодец, ты хорошая для этого проекта. Спасибо большое. Лекса, привет из Казахстана, Казахстану большой привет. Захарова испугалась. Ты никуда, да никуда она не ушла. Никакие с ней у всех, где присухи бывают. Я согласна, что мы все живые люди, и одно дело делать какие-то движники на проекте, другое дело воспринимать эти движники через сердце. Я из тех людей, которые буду воспринимать все через сердце. Поэтому как-то так. Такое ощущение, что Яна прям боялась тебя. Мне все об этом говорят. Вы пишите, я не смотрю эфиры, вы мне скидываете кусочки ролики. Я даже их не смотрю, потому что не хочу снова возвращаться в это состояние свое. Что с лицом? А что с лицом? Все нормально с лицом, просто устала. Без маски, кстати. Зачем мне писать маппу? Про... Бодиров, пародировай. Не знаю, что-то. Ты ушла с проекта, еще нет. А когда сможешь новость рассказать? Новость расскажу чуть позже, думаю, на днях. Я вчера плановался, мечтала, что будет показывать. Не включила эфир, не смогла смотреть. Да, мама у меня тоже вообще рыдает. Маме прям плохо с сердцем, когда увидела, что там не связывают. И мне прям больше всего за это переживают. Да он тут койкачок с женскими ногтями и ржащим. Фу, не мужик. Не мужик он стал для меня в тот момент, когда он начал мне угрожать. Вот тогда он стал для меня за меня не мужик. Вчера видела эфиры, где ты... Васильевым, верялась. Здесь не стремно. Какой эфир, где ты? А где на Малинках-то? Мне не стремно. Было классно. Классно было танцевать. И я хореограф. Вышла на сцену, станцевала в одежде лучше, чем будто без одежды. Лекс из тебя-то. Плюс спасибо. Наконец-то нашлась твоей рода. Спасибо большое, ребята. Моя фанаточка. Прям достойная внешность, фигура, речь, поведение, дуночка. Просто очень красивая девушка. Просто бомба. Ребят, спасибо всем большое. Дима очень красивый, себя повел по отношению к вам обоим. Я согласна. Вот и в этом я прям полностью согласна, что Дима просто поигрался. Поигрался и пошел с проекта, наверное. А мы вот так вот попали в такую ситуацию. Лекса, привет. Нас Бурятия в Бурятии. Большой привет. Я заканчивала там в Академию. Заткнула Ягу. Умничка. Почему называете ее Ягой? Я до сих пор не понимаю, что за тема с Ягой. В чем она Ягая? Как ваше полное имя? Привет, если попал. Меня зовут Александра полное имя. Папу, привет. Отличного дня. И маму отличного. Кирпизи, привет. Западный привет. Сапуха Захарова. Сапуха Захарова. Ну, я думаю, что, знаете, столько она лет на проекте. И впервые в жизни за нее встрял мужчина. Конечно, ну, она просто кайфовала от этого момента. Любая бы кайфовала. Но со стороны мужчины, которая начинает так себя вести, я считаю, это максимально низко и грязно. Когда ты встреваешь в конфликт женщин и начинаешь угрожать еще одной из них, которая, блин, не знаю, весит 20 килограммов. Он мне один раз двинет, я куда-нибудь отлечу и все, потеряюсь. Дима повернулся к Вике. Я не знаю, мне вообще плевать. Лег, кстати, троунется за Фару. Вот пыль. Блин, как, блядь, смотри, брат. Конечно, пыль и пыль. В любом случае, это выше всех в этой ситуации. Мы поняли, что... Ну, поэтому я свалил. Привет, что-то, 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 расскажите мне, почему Вобаяга, я не понимаю, почему вы так называете. Потому что она в каких-то... были какие-то ситуации, что она там, какую-то сферу сценку, вы что-то про... говорили. Потому что я не смотрела, как можно сказать, последний такой... на новом канале, я не смотрела там два, и я не знаю, почему. Варилыча, добра, и ждем в эфира. Дима с Викой, неужели Янка в курсе? Захарова ушла, не знаю, не в курсе, ей плевать очень, ушла, осталась. Привет, Эльмира поймет. Эльмира, по-моему, моя сидит. Девочка моя. Захарова ушла. Ты мне очень понравилась. Жалко, что тебе некоторые, что так в себе некоторые... Ну, блин, это дом два, ребятки, это реальти-шоу. Привет, Эмили. Эльмире, привет, передам. Рефлексы клевые, красивые, силы есть у кандидата, согласна. Ты ушла с проекта. Нет. Это единственный. Пока что я не ушла с проекта. У меня есть для вас очень интересная новость. И я позже вам ее озвучу сейчас, пока что не могу. Что-то на экранах ты красивее выглядишь. Ну, извините, простите, съебитесь тогда отсюда с этого эфира, если я вам не нравлюсь. Вику жалко, они, походу, опять вместе. Вчера фотку в сторис, мы уже начали в репью, дальше не будем. Привет из Иркутска, привет, Иркутска. Уху, Кэн ушел, я не ел. Ушел. А, Кэн, англ. Не знаю, вроде как говорят, ушел. Яга из-за носа. А, все, понятно. Нос, 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 яга. А, вот видишь, что Дима испугался. А давай, как задай в рот этой Захаре. Привет из Ростова, Ростова. Привет, никому в рот не хочу давать. Влад Кадоник, почему ее так поразвать? А, Кадоник, я не знаю. Баба Илька, только не тут где-то. Давайте, короче, я о чем-нибудь другом поговорю. Я сейчас на таком сценарии выгорания, освещения, но у меня есть, у меня в противовес есть хорошее еще состояние, которое сейчас начинает расцветать. И, как вы думаете, почему? Так, если бы Захарова не лезла, тогда при твоем исцелении к ним в комнату Дима по-другому удалось себя с тобой. Да, ребят, давайте по-честному, я туда полезла не точно не отстаивать, не точно не бороться за Диму. Захарова похожа на лобу-юбу, крючевую. Да, знаете, кто такая Яна Захарова? Яна Захарова – это девочка, у которой куча боли внутри, которая настолько, я не знаю, вот у нее жестокость к миру. Я думаю, что, потому что что-то случилось в ее жизни, что-то она проживала такое страшное, что она сейчас просто черствует, как камень, который плевать на все, на всех, который, ну, души нет. Ей, если я думала, что это чисто проектная история, я думаю, что нет в жизни, она такая же абсолютно. Та боль, которая в ней сидит, у нее нет сил на то, чтобы стать другой. У нее по привычке своей защитная реакция, нападение, у нее недоверие ко всему миру. Дима тебя так оскорбил, да, он вообще негодяй. Прорвала траву вместо нашей лобицы. И заносы, и заносы, потому что похож на боевую. Это все понятно. Прорвала траву. И заносы, и заносы, и заносы, и заносы. Все, ребята.